Будущий учитель физкультуры Ирина Черноусова борется за победу в областном конкурсе «Студент года». Первокурсница Тольяттинского госуниверситета, чемпионка мира по фитнес-аэробике. Рассказывает, участие в конкурсе так же эмоционально заряжает, как и выступление на соревнованиях. Ведь состязание для нее – это и есть настоящая жизнь. Это то, чем я живу, это мой ритм жизни. Я даже не представляю свою жизнь без спорта, поэтому он мне так дорог. Первыми под пристальный взор жюри конкурса «Студент года» попали спортсмены. В научном этапе свои интеллектуальные и медальные мячи скрестили более 30 студентов, колледжей и университетов. Победители поедут защищать честь региона на всероссийский финал. Самарские студенты не раз становились лауреатами конкурса и поднимались на пьедестал почета. У нас были представлены очень многие виды спорта – и футбол, и дзюдо, и пауэрлифтинг, и гиревой спорт, и тэквондо. Братья Бардачева в прошлом году были, кстати, не победили. Поэтому у нас спортсмены разного уровня, и все зависит от того, как они себя проявляют именно в вузах, а не в спортивной арене. Жюри конкурса оценивают участников по нескольким критериям. Спортивные результаты, активная жизненная позиция, успехи в учебе, красивая портфолио и умение общаться с журналистами. С каждым разом завоевать звание «Студент года» становится все сложнее. От этого конкурс все популярнее. Конкурс у нас такой долгожитель, он появился даже раньше российской премии. Во многом конкурс именно в Самаре задает многие тренды. Именно мы придумываем различные номинации, очные этапы, конкурсные задания, чему мы, конечно, очень гордимся. Областной конкурс «Студент года» проходит в девятый раз. В этом году было подано более 500 заявок. Это очередной рекорд. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.